Получить профессию с нуля сегодня это не требует много времени. Всего за три месяца вы можете освоить желаемую специальность, причем совершенно бесплатно. На это направлен федеральный проект содействия занятости, национального проекта демография, инициированный президентом страны Владимиром Путиным. В Тольяттинском колледже сервисных технологий уже обучили почти 140 человек. По каким направлениям, расскажем далее. Студенческая скамья давно позади, но это не преграда на пути к знанию. Ведь учиться никогда не поздно, так считают участники федерального проекта содействия занятости, национального проекта демография. Его цель помочь россиянам получить своевременную профессию и трудоустроиться. До недавних пор получить такой шанс могли только безработные граждане старше 50 лет и люди предпенсионного возраста. Также участие в программе было доступно женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и безработным женщинам, имеющим детей дошкольного возраста. Теперь список участников расширился. Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства с этого года готов принять и молодежь в возрасте от 16 до 35 лет включительно. Но есть определенные условия. Молодежь должна быть или не иметь вообще никакого профессионального образования и не обучаться в данный момент ни в колледжах или техникумах, ни в высших учебных заведениях. Или же они должны быть, те, кто оканчивает учебные заведения, по истечении четырех месяцев, если они не трудоустроились, то они тоже могут у нас обучиться. Или еще военнослужащие, которые отслужили в армии и четыре месяца не смогли себе найти работу, они также могут прийти к нам и получить новые профессии, новые специальности. Помощь с трудоустройством, поддержка тех, кто в ней нуждается, часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и при участии жителей. Образовательные программы учитывают актуальные запросы компаний, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда. На протяжении двух лет в Тольяттинском колледже обучили парикмахерскому искусству, ландшафтному дизайну и поварскому делу 138 человек. В этом году появились еще две компетенции – туризм, а также визаж и стилистика. Обучение длится от трех недель до трех месяцев. В результате освоения данной программы слушатели получат знания не только в области дневного, вечернего, салонного, свадебного макияжа, но также специфического макияжа, моделирования и художественного оформления, коррекции бровей. Также у нас будет окрашивание бровей и ресниц с использованием различных техник, художественное оформление причесок, то есть моделирование полностью курса пройдем. Также у нас будет создание индивидуального образа. Выпускники курса сдают итоговый экзамен, затем получают паспорт специалиста и диплом. Не бросают их и после окончания курса партнеры колледжа готовы предоставить выпускникам рабочие места. Однако, как показывает опыт прошлого года, многие предпочитают официально получить статус самозанятого и работать на себя. Мы всегда хотим отдохнуть, хотим отдохнуть хорошо, хотим отдохнуть комфортно, хотим, чтобы наш отдых приносил нам действительно приятные эмоции. Лучше, чем специалист по туризму, никто с этим не справится. На самом деле в туризме существует очень много тонкостей. Это и оформление туристских формальностей, правильно, да? Это и страховка от невыезда, это и тонкости, связанные с организацией питания, с экскурсионным обслуживанием, это и аттракция, развлечение на протяжении вашего отдыха. Знать об этом должен человек, который этим занимается профессионально. Участие в проекте «Содействие занятости» – хорошая альтернатива традиционному обучению в ВУЗе, которое требует в разы больше времени и ресурсов. Узнать подробную информацию об участии в проекте и заполнить анкету можно на официальном сайте «Работа в России». Юлия Шевцова, ТТВ «Бабаян», Кристина Рогова, Новости Тольятти.